здравствуйте дорогие подписчики снова с вами евгений кухня от луча сегодня я хочу приготовить азербайджанский суп бас баш но приготовить его значит по рецепту зарины самедовой без мута без всего просто простенький скоро новогодние праздники и на второй третий день вообще захочет что-нибудь горяченького сетникова готовится очень просто для этого нужно всего лишь вот у меня осталось ребрышек бараньих килограмм где-то 200 взял килограмм картошки взял 2 луковички томатная паста но все это вы увидите своими глазами и приготовил за час прекрасное блюдо которое вот обычно я беру его в кафе мангал очень красиво все делают очень вкусно вот при получите представляете у меня получился почти точно такой же по вкусу насыщенности супчик я не говорю что я лучше повара в кафе но у меня получилось очень зачетно и поэтому сейчас мы все это дело приготовим или торжественно попробуем приступим к приготовлению азербайджанского блюда бас баш значит что нам понадобится у меня был 1 и 3 килограмма ребрышек бараник жирненьких на косточке вот мы из них сейчас варим бульон значит заложили ребрышки в холодную воду варим до готовности пока мясо не начнет от ребрышек отделяться при этом средине варки нужно посолить по вкусу далее нам понадобится на данную емкость килограмм картошки но одна большая луковица или вот две у меня средненьких дальше нам понадобится перец соль томатная паста ну и для того чтобы было поострее чили соус чуть-чуть его буквально надо будет значит что мы делаем первое это значит мы заложили варим бульон у нас также понадобится нам казан потому что мясо которое отварится мы еще будем обжаривать как грится тушить с луком потом уже добавим туда наши все приправы но это все мы вам покажем и расскажем первый этап у нас это готовится бульон пока у нас варится мяско мы нарезаем лук но скажем так средненько не мелко не крупно в средненько солим по вкусу мяско у нас приготовилась видите отваливается от косточек то есть мы переходим к процессу обжарки снимаем кастрюльку сторону и мясо выкладываем в раскаленный казан куда добавим масло добавляем 100 миллилитров масло разогреваем масло пока у нас разогревается масло и обжаривается мясо правильно нарежем картофель картофель мы нарезаем дольками вот так вот вдоль просто на четыре части крупной долькой нарезали картофель в разогретое масло достаем мясо и обжариваем его у меня было где-то его 300 бараньих ребрышек немножко жирком вот я решила сделать как раз вас башек даем мягку 5 минут обжарится мясо у нас обжарилась чуть-чуть добавляем лучок чтобы мясо пропиталась у нас ароматами лука также это все помешиваем обжариваем немного лук лучок у нас припустился мяско у нас обжарилась лучок стал почти прозрачным в самое время добавить остальные ингредиенты берем томатную пасту 3 столовых ложки берем острый соус чили чуть-чуть буквально чайную ложку кто хочет поострее может поострее вот опять же перчик по вкусу добавляем все это дело мы перемешиваем пробуем на соль можно бы солить то что лучок у нас как бы отдал своем немножко сладкого то наверно поэтому можно добавить у нас прекрасно появляется такая заправочка для супчиков даем еще немножко по готовится мяско у нас обжарилась лучком с томатной пастой со всеми делами сейчас мы сюда добавляем наш крупно порезанный картофель вот и сейчас мы чуть перемешаем отлично и теперь сюда же мы вливаем наш подготовленный бульончик аккуратненько он у нас горячий еще не остыл поэтому все быстро закипит бульон у нас еще остался достаточно много вот примерно так чтоб картошку нас покрывалась все это дело мы помешали чуть позже мы попробуем это все на соли еще раз потому что я чуть-чуть мясо тоже доставлю буквально две щепоточки туда вот или оставляем это все крышечкой накрываем вариться до готовности картофеля как только картофель у нас будет готов мы все это дело снимаем и красиво все это показываем и кушаем варим до готовности картофель и добавляем картошечку проверяем картошечка спокойно но она еще плотненькая я думаю достаточно на соль я попробовал очень вкусно картошка не должна вас ваши быть разваристая но вот очень обалденно мы сейчас мы это все нальем и вам покажем получился вот такой прекрасный супчик бас баш с большим кусочком баранинки с целыми картофелинками с прекрасным хлебушком и зеленью и сейчас мы его попробуем и вы все сами увидите такой прекрасный супчик мы сделали но думаю на новогодних праздников у вас может сделать любая хозяйка любой хозяин супчик получился очень насыщенный по вкусу в меру острый в меру соленый мясо просто отделяется божественно то есть и от косточек и вообще очень мягонько нежная картошечка тоже у нас сделалась мы по ней смотрели готовность вот никаких лишних ингредиентов нет но такого жирненького для желудка полезного я думаю после нового года всем захочется сейчас мы его торжественно попробуем это божественно то есть у меня еще один супчик который буду готовить постоянно и так желаю вам приятного аппетита подписывайтесь на канал колокольчик наверху ставьте лайки они внизу большое всем спасибо если вы напишите комментарии что вам нравится что не нравится любой комментарий полезен ну плюс хотелось бы узнать что может быть вы еще хотели бы чтобы я приготовил или сделал то есть ваше мнение для нас очень важно поэтому за любое мнение вам большое спасибо еще раз спасибо за ирине самедовой за такой прекрасный рецепт такого простого но очень вкусного азербайджанского супа басбарш до новых встреч до свидания